МОСКОВСКАЯ ДЕРЖАВА ЗА ВЫХАД ДА БАЛТЫЙСКАГА МОРА ПРИЧІМ ТУТ РЕЧ ПАСПАЛІТАЯ ДЫ ПРИТЫМ, ШТА ВАЙНА ГЭТАЯ ЯКАЯ АТРІМАЯ НАЗВУ ПАВНОЧНАЯ АБЕРНІТСЯ НОВАМИ НЕСЧАСТЯМИ ДЫ РАЗБУРЕННІМИ ДЛЯ НАШЫХ ПРОДКОВ У ЖУДЫСНОМ СТАНІ ЗНАХОДІЛАСЯ ГАСПАДАРКА ПАЛОВА РАНІЙШЕА ВОРАВА ЛЕЖАЛА ПУСТЭЛНІЙ ТЫПОВАЙ КАРЦЕНЫ БЫЛІ ЗАРОСЛЫЕ ЛЕСАМИ ПАЛИ ПАКІНУТЫЕ ВЁЗКИ И МАЁНКИ ГРАДЫ ВЕЛИКОГО КНЯСТВА, ЯКИ РАНІЙ СВАИМ ВЫГЛЯДАМ РОВНЯМ МАТЕРИАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРЫ НИЧИМ НЕ АДРОЗНЮВЛЯСЬ АД ЗАХОДНЕЕВРАПЕЙСКИХ ТЕПЕР ОПАЛОХАЛИ ПАДОРОЖНИКОВ РУИНАМИ И ПАПЕЛИЩЩИМИ А РАСПАЧАЛ ТУЮ ВАЙНУ НАШ НОВЫЙ КАРОЛЬ И ВЕЛИКИ КНЯДЬ АУГУСТ ДРУГИ УХАВРУСЯ ЗДАНИЕЙ ЗРАБИУ ТУЮ ЙОН БЕЗ ДАЗВОЛУ СОЙМА ТАМУ ЧТО НА ПАЧАТКУ ВАЕВАУ ТОЛЬКИ САКСОНСКИМ ВОЙСКОМ ЯК САКСОНСКИЙ КУРЬШУРС НЕ УЗАБАВЯ ДА АНТЫШВЕДСКАЙ КААЛИЦИИ ДАЛУЧАЇЦЕЙ МОСКОВСКИЙ ЦАР ПЁТАР ПЕРШИ БОЯК КАЖАСТСТАРАЯ БЕЛАРУССКАЯ ПРЫВАУКА РАЗАМ И БАЧКУ БИТЬ ВЕСЕЛЕЙ АДНАК ДАЛЕЙШЕЯ ПАДЕЯ РАЗГОРТВАЮЦЯ ЗУСІМ НИ ЧАКАНА ВАСЕМНАЦАТИ ГАДОВЫ ШВЕДСКИЙ КАРОЛЬ КАРЛ ДВАНАЦАТЫ НЕ РАЗГУБЮЩЯ І СПАЧАТКУ РАЗГРАМЮЮ ДАТСКАЯ ВОЙСКА ПОТЫМ ДОБРА ПАМЯУ БОКІ САКСОНЦАМ АВГУСТА ДРУГОГА ПАДРЫГАЙ І СТРАЛЬЦАМ ПЯТРА ПЕРШАГА У ЗНАКАМІТАЙ БИТВЕ ПРЫ НАРВЕ АКРЫЛЯНЫХ ЭТАМІ ПЕРАМОГАМІ КАРЛ ДВАНАЦАТЫ НАКЕРОВАЯ СВАЮ ВОЙСКА НА ЗЕМЛІ РЭЧЕЙ ПАСПАЛІТАЙ СУПРАТЬ СВАЙГОЯК ЙОН ЛІЧІВ АСАБІСТАГА ВОРАГА АВГУСТА ДРУГОГА У ПАЧАТКУ ТЫСЯЧА СЕМСОТ ДРУГОГА ГОДА ШВЕДСКІМ ВОЙСКАМ СКАРАЮЦЄ ВІЛЬНЯ И ГАРОДНЯ А 24 ТРАВНЯ КАРЛ ДВАНАЦАТЫЙ ПЕРАМОЖНА УЕЛЬЖАЯ У ВАРШАВУ ТАК ВАЕННЫЕ ДЕЯНІ ПЕРАКИДВАЮЦЄ НА ТЕРИТОРУ РЭЧЕ ПАСПАЛІТАЙ ГРАМАЦТВА НАШЕЙ РАДІМЫ ЗНОВ АКАЗЫВАЦЦЄ РАСКОЛАТЫМ НА ДВА ЛАГЕРЫ МАГНАТЫ САПЕГІ ИЗАЛЕЖНА АД ЇХ ШЛЯХТА АДКРЫТА ПАДТРЫМЛЮВАЛІ КАРЛА ДВАНАЦАТАГА БОЛЬШЕ ЖЕ ШЛЯХТЫ БАЧЛІ ЗАСТУПНІКА У АСОБІЦ РА ПЯТРА ПЕРШАГА ЯКІ АХВОТНА ИХ ПАДТРЫМАУ БО БЫВ ЗАЦІКАВЛІНЫ У КАНТРОЛІ СПРАВУ У ВЕЛІКІМ КНЯСТВІ ЛИТОВСКІМ ТЫМ ЧАСАМ ПАДТІСКАМ КАРЛА ДВАНАЦАТАГА ПРА ШВЕДСКАЯ ГРУПОВКА 12 ЧЕРВІНЯ 1704 ГОДА АБВЯЩАЯ НОВЫМ КРАЛЁМ И ВЕЛІКІМ КНЯЗЯМ СТАНИСЛАВА ЛЯШЧЫНСКАГА ЦЕПЕРУ РЕЧІ ПАСПАЛІТАЙ ЗАІСНАВАЛІ ДВА УМОВНА ЛІГІТЫМНЫЕ КРАЛІ НЕ ЗАПУСКАЙ МЛЫН, КАЛІ НЕ МОЖЫШЬ ЯГО СПЫНІТЬ ТАК НАПЭЛНА ДУМАУ ТАДЫ У РОСПАЧЫТ АЛГУСТ ДРУГІ БАЮЧІСЯ КАНЧАТКОВА СТРАТІТ ТРОН ЙОН ПАДПІСВАЯ С ПЯТРОМ ПЕРШІМ ВАЕНННОУ КАНВЕНЦЮ НА Е ПАДСТАВЯ МОСКОВСКІ ЦАР МОЖА УЛЮБЫЙ МОМОНТУ ВЕСТІ СВОЮ ВОЙСКА НА ТЕРИТОРИЮ РЕЧИ ПОСПАЛИТОЙ А ТАК САМА ВЕСТИ ТУТ ВОЕННЫЕ ДЕЙНИ ПО МЕРЫ УЛАСНОЙ НЕОБХОДНОСТИ ТЕПЕР НАШАЯ РОДИМА ОКАЗЫВАЕТСЯ ПАМЕЖ МОЛОТОМ И КАВАДЛОМ НА ЕЕ ЗЕМЛЯХ УЛАДАРИТЬ ОДНАЧАСОВА И ШВЕДСКИЕ, И МОСКОВСКИЕ ВОЙСКИ ОТ ПОСТОЕВ И КОНТРИБУЦИЯ ЧТО ПА СУТНЫСТИ БЫЛИ ЗВЫЧАЙНЫМИ РОБАВНИЦТВАМИ НАЙБОЛЬШ ТРИВАЮЦ ПРОСТЫЕ МЕСТИЧИ И СЕЛЯНЯ ДА УСИХ БЕДОВ У КРАЕ УСПЫХВАЯ ЭПИДЕМИЯ ЧУМЫ ПРЫХОД ПЕТРОВСКИХ ВОЙСКОВ ЗВЫЧАЙНО ВЫКЛИКАВ У МЯСЦОВЫХ ЗАХАРОВ ЖАХ У МЕНСКО ЦАРСКАЯ КАВАЛЕРИЯ РАЗАМ С КАЗАКАМИ И КАЛМЫКАМИ СПОЧАТКУ АБРАБАВАЛА УСЕ УНИЯДСКИЕ МОНАСТРЫ И КЛЯСТРЫ ПОТОМ УЗЯЛИСЯ ЗА ПРАВОСЛАВНЫХ У РЕШТИ НЕ ВЫТРАМУШИ РАБУНКОВ МЕНСКОЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ БРАСТВА ЗАКЛИКАЛО МЕСТИЧУ ДА ЗБРОИ И НА НЕМИЗИ РАБУНИКИ ОТРАМАЛИ МОЦНЫЙ ОТПОР У ВИТЕБСКО САЮЗНІЩКИ СПАЛІЛІ 12 ЦЕРКВЮ, 4 КАСТЁЛЫ И РАТУШУ ПРАКТЫЧНА УВЕСЬ ГОРАД ПЕРАТВАРЫВШИ У ПАПЕЛІЩА 28 ВЕРАСНЯ 1708 ГОДА ЛЯВЁСКИ ЛЯСНАЕ, ШТА НЕДАЛЁКА АТ СЛАУГАРАДА МОСКОВСКАЯ ВОЙСКА СДОЛИЛА РАЗБІЦ ВЯЛІКИ ШВЕДСКИЙ КОРПУС У РАССИЙСКАЙ, А ПОТЫМЫ САВЕТСКОЙ ГИСТАРЫЧНОЙ НАУЦЫ ГЭТАЯ ПАДЕЯ ПАДЕЯ ПАДАВАЛАСЯ ЯК ПЕРАЛОМНАЯ У ПАВНОЧНОЙ ВАЙНЕ АДНАК НАСАМ РЕЧ, СТРАТЫ ШВЕДА ВУ ТОЙ БИТВЕ БЫЛІ НЕЗНАЧНЫЕ ПАСЛЯ ЗНАКАМИТАЙ БИТВЫ ПАД ПАЛТАВАЮ 1709 ГОДА ШВЕДА УЖО НИТІКАВИЛІ ТАРИТОРИЮ РЕЧИ ПАСПАЛИТАЙ НЕ ГЛЕДЯЧИ НА ГЭТА ПЄТАР ПЕРШИ ПАКИНЯ СВОЯУ ВОЙСКО НА НАШЫХ ЗЕМЛЯХ ДА 1719 ГОДА ХОЦ НИЯКАЙ ВАЕНННАЙ НЕАБХОДНАСТИ У ТЫМ НЕ БУДЕ ПАСЛЯ ГЭТАЙ ПЕРАМОГИ РАССЕЯ ВЗЯЛАСЯ ЗА НАС ФАРМАЛЬНА ЦАР СТАУ ИМПЕРАТАРАМ ПАСЯ ПАВНОЧНОЙ ВАЙНЫ ПРЫНЯУ ИМПЕРАТАРСКИЙ ТЫТУЛ В 1721 ГОДЗЕ ФАКТЫЧНА РЕЧ ПАСПАЛИТА СТАЛА САТАЛИТАМ РАССЕЙ АТ ТАГО ЧАСУ, АТ КАНЦА ПАВНОЧНОЙ ВАЙНЫ ТО РАССЕЯ ВЫРАШАЛА, ЧТО БУДЕ НАШЕЙ КРАИНЕ АКІЯ БУДЕ ПАЛИТЫЧНЫЙ ЛАД, ХТО БУДЕ КАРАЛЁМ АВГУСТ ДРУГИ ЗАСТАВЩЕ СЯДЕТ НА СТАЛЦЫ НАШАЯ ГАСПАДАРСТВА А ДЛЯ РЕЧІ ПАСПАЛИТАЙ И ВЕЛИКАГА КНЯСТВА ЛИТОВСКАГА У ПРЫВАТНЫСТИ ГЭТАЯ ЯГОНА АВАНТЮРА КАШТАВАЛА ВЕЛЬМ МИ ДОРАГА СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА КРАЮ СНОВА ПЫНУЛАСЯ О ГЛЫБОКИМ ЗАНЯПАДЕ А НАСЕЛНІСТВА НАШИХ ЗЕМЛЯВ СКОРАТИЛАСЯ НА ТРАТИНУ ПАВНОЧНАЯ ВОЙНА СТАНОВИТСЯ НОВАЙ ТРАГЕДЕЙ ДЛЯ НАШЕЙ РАДИМЫ ПАВНОЧНАЯ ВОЙНА СТАЛА ДЛЯ БЕЛАРУССИЯ НЕСУМНЕННО ТРАГЕДЕЙ КАРОЛЬ АВАНТУРНОВ ЧАГНУЛ КРАЮНУ У ВОЙНУ СА ШВЕЦЕЙ БЕЛАРУССЬ ТАЛА ТАТРАМ ВОЕННЫХ ДЕНЬЮ СЛАЮЗНЫЕ РОССЕЙСКИЕ ВОЙНЫ РАБАВАЛИ ЗАБИВАЛИ МОЖА НЕ МЕНЬШ ЧЮМ ШВЕДЫ ВЕЛЬМИ ВАЖНО БЫЛА ТОЕ, ТРАГЕДЫЧНА, ТРАГІЧНА ВАЖНО БЫЛА ТОЕ ШТО БЕЛАРУССЯ СЧЁНЕ АПРАВАЛАСЯ ПАСЛЯ КАТАСТРОФЫ СЄРЫДНИ СЯМНАДЦАТА ГОДЖЕ ПАСЛЯ МОСКОВСКЕЙ НАВАЛЫ, КАЛІ ПАЛОВУ НАСЕЛЮНСТВА СТРАТИЛА ТОЛЬКИ ТОЛЬКИ ПАЧАЛА АДРАРЖАЦСЯ ГАЗПАДАРКА ПАЧАЛА ТРОХИ ПАПРАВЛЯЦСЯ ДЕМОГРАФИЧНАЯ СЮТУАЦЯ И ЗНОВ НА ВАЛА ПАВОДЛЯ НЕКАТОРЫХ ПАДЛИКОВ КОЖНО ТРЕЦІ ЖИХАР БЕЛАРУССЯ ЗАГИНУЛ ЭТА САПРАВДЫ ЧАРГОВАЯ КАТАСТРОФА, КАТОРАЯ НАСЛОИЛАСЯ НА ПОПЕРЕДНЮЮ ЭТА В ДЕЛЬМЕ СТРАШНО В ИСТОРИЮ ДЛЯ ЛЮБОЙ КРАИН